По-европейски чистый, уютный микрорайон Крутые Ключи буквально залит солнцем. Вот только в летний зной местные жители с удовольствием укрылись бы от палящих лучей в тени деревьев. А негде. На южной стороне микрорайона из зелени в основном трава на газонах. Мы очень хотим, чтобы нам посадили побольше деревьев. Место здесь позволяет. Очень нам всем здесь нравится. Все красиво, все хорошо. Вот единственное, что не хватает – мало зелени. Вопрос озвучили на общественных слушаниях проекта на связи с губернатором. Общественный совет считает, проблему озеленения легко решать совместными усилиями. На основе пожеланий жителей скорректируют планы управляющей компании по высадке деревьев. Да и сами вместе с соседями будут регулярно устраивать субботники, займутся ландшафтно-парковым дизайном. Вопросы и проблемы жителей уже решают. Это вторые общественные слушания проекта. На первых, люди просили сделать на бульваре Финютина дополнительную остановку общественного транспорта. Было пожелание, связанное с тем, чтобы изменить расположение автобусных остановок. И вот сейчас мы как раз написали такое письмо в департамент транспорта с просьбой изменить и расписание движения автобусов, и место расположения автобусных остановок. И я уверена, что такая последовательная настойчивая работа позволит нам эту проблему решить. Связь жителей с властью обеспечивают общественные советы микрорайонов. Как утверждают в «Крутых ключах», будут стараться решать проблемы каждого конкретного двора, каждого жителя. На общественных слушаниях определяют приоритеты. К примеру, на дорогах рядом с детскими площадками жители просят установить лежачих полицейских, чтобы автомобилисты не гоняли. А водителям нужны дополнительные парковочные места. По мере заселения микрорайона, в дворах машину уже негде поставить. Не хватает сейчас, на данный момент, мне кажется, парковочных мест для автомобилей. Это как бы и автомобилист. Если сказать, что стоянки есть, они все-таки далековато от… Переполнены. Общественные слушания будут проводить регулярно, подводить итоги проделанной работы, собирать новые обращения. К тому же, два раза в месяц в микрорайоне работает приемная общественного совета. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Артем Сулайманов.